Дядя Петя, а дядя Петя, что он это самое. Ну, я знаю, что, я уже тетрадь завел. Я то, что помню, то, что знаю, я напишу. Дядя Петя, это в Тбилиси был, да? Федя, это Андрей. А, Андрей. А дядя Петя в Киеве и остался, он в Киеве... Умер, умер он. Да, но в Киеве и умер он, в Киеве. Да, в Киеве, я был на похоронах. Мы с Ксаной были на похоронах у него. Так а какой-то год? Это было, так, значит, в 80... 78, 79, 88, 83. Как раз Ксана закончила институт. Ну, это ему было, ему и 80 не было. Наверное, не было. Он же моложе отца. Он моложе отца. Ну, отец четвертый моложе. Если вон, я что, такие годы... 83, 80... Может быть, это 84-й. Да, может быть, это 84-й. А мы, 93-й или 84-й. Ксана разве была там 84-й? Да, и разница. Была, Ксана, да, и общалась с дядей. Но бабушка уже умерла. Бабушки уже сокровенные... Ну, да, бабушки... Секретики. Я один раз приехал к деду Петру... Как раз вечером приезжаю, спрашиваю... Дядя Петя не видно. Да. Хата открыта его... Он же с Тосей развелся со своей женой... И построил себе в этом же, на этом же участке дом. Я заглянул, дверь открыта, его нет. Спрашиваю внучку. Дядя Петя, а она говорит, что козу доит. Я думаю, что он с ума сошел, что ли, козу купил, козу доит. А он самогонку ходил. Козу, козу доит. Слушай, была у него дочка Нина. Вот он надоел тогда... Нина, Нина, Нина. Нина, Нина. Такая Нина, ты не знаешь судьбы ее. Судьбы... Она с мужем... Она работала на... На похоронах она была. Она работала на фармзаводе. В этом самом... В Дарнице. И муж ее работал там. Но когда они уже начали разводиться. Не знаю, развелись, не развелись. У них развод. Он какой-то такой дурноватый немножко. Пацан пацаном... А немножко дурноватый. Он мне не понравился. Простой-простой такой мужик. Деревенский. Ее мужик. А? Ее мужик, я говорю. Простой такой деревенский мужик. Ну, в общем, это самое. Дядя Петя надоил трехлитровую банку самородки. И пока она теплая, мы с дядей Петей сели и до утра эту банку оприходовали вдвоем. Три литра. А три литра. Сколько же тебе было тогда? Выпили и все. Ну, и он был тогда крепкий еще мужик. А я тем более, это самое, штангой занимался. Я тогда еще студентом был. Жуть. Но бабушка интересная была. Ей уже, я спрашиваю дедушку, то есть этого, Петюс, сколько ей лет? Он говорит, да в этом году сто лет должно быть. Я спрашиваю бабушку, вот фотография вот у вас. Что это за фотография? Она тут же до войны я такая была. И такая же самая, как эта. И что интересно, читала без очков, ходила без палки. Дядя Петя, у него была стиральная машина. Не такая правда, а та, что крутит. Мешалка. Прежние выпуски, не автомат. Он постирал белье и вывесил его дворе. Веревку натянул, вывесил его дворе. Бабушка пришла, собрала все это белье, принесла и бросила ему на кровать. Ты что? Ты хочешь, чтобы до тебя жинки не ходили? У тебя что, намного грошей, чтобы сдать прачечную? Отнеси в прачечную и пусть там стирают. Вот это как? Вот это такая бабка, 100 лет. Но на 101 году она умерла. А до этого я как-то приехал к нему лет 10 тому назад, до того лет 10. Я спрашиваю, как бабушка. Он говорит, то отца, наверное, буду умирать. Уже две недели ничего не есть, только чай пья. Винодио. А она то проголодалась и потом еще десяток лет жила. Гуила, Гуила, да. Она так проголодала. Это такая встрясочка была для организма. Вот такая бабушка. И родила 8 детей. 6 детей. Ты привез фотографию тогда, бабушка сидит. И вот мне никто не верит. Тетя Уся выходила замуж в 30-м году. И я помню хорошо, 30-й год. Мне не было 12 месяцев. Потому что меня на улице купали. Бабушка вот эта цикла. Купала на улице. Купала в корыке в деревянном. Ночью. И это самое. Моет. А у меня золотуха. Мне потом объяснили, что золотуха была. И в ухо попала. А на золотуха почему-то в ухе там какая-то ранка была. Попадает мыло. Оно мне завщемело. И я начал орать, кричать. Она говорит, как тебе не стыдно, мужик. И ты это самое. Рывешь, как корова. Как бычок. Это гости уже собираются. Тетя Уся выходит замуж. И я вот это... Она на украинском говорила, да? Да, на украинском. Она мне, короче говоря, это самое, вытерла потом. Начали пьянку на улице. Ну вот я не помню, в каком доме это было. По-моему, это уже в отцовском доме. Пап, ну как же, 12 месяцев это год. А? Тебя точно было... 12 месяцев не было. Потому что на улице, я же родился, на улице мыли. А 9-го я знаю, что уже холодно на улице. Это было это самое. А потом я к тете Усю, когда спросила, она говорит, в октябре я выходила замуж. Вот, так что в октябре. Не было мне 12-ми. И с тех пор я многое-многое помню, а где-то уже с 3-х лет...